Зачем рожать инвалидов? Кажется, вот сделали УЗИ на стадии беременности, и ребенок тяжело болен, будет мучиться. Ну давайте убьем его, и все будут счастливы. Да, и ребенок не мучиться, и родителям не нужно потом будет париться, и там реабилитацией заниматься и так далее. Но, как говорит апостол Павел, кто-то такой, чтобы судить чужого раба перед своим Господом, он стоит и падает, и силен Бог восставить его. Дело в том, что апостол Павел, конечно, пишет про грехосуждение, но и здесь мы выносим суд над человеком, то есть мы готовы осудить его на смерть по той причине, что он болен. Но давайте представим себе ситуацию вот из нашей жизни. Представьте себе, что есть какой-нибудь деструктивный асоциальный алкоголик, и он живет в красивой большой квартире. А сосед его очень замечательный и добрый ученый, который много принес пользу обществу. Давайте, ну, раз это же так несправедливо, давайте поменяем их квартирами. Но у нас нет таких прав. Хоть и он алкоголик, но квартира принадлежит ему. И хоть математик такой весь себе прекрасный, она, эта квартира алкоголика, все равно ему не принадлежит. Вот жизнь человека принадлежит Богу. И нам, может быть, кажется, что это как-то несправедливо, что правильнее было бы поступить так, чтобы было все попроще, но это не наше право. Ну и еще. Дело все в том, что мы говорим, вот зачем рожать инвалидов? Но инвалид бывает телесный, но не духовный. А бывает так, что человек здоровый, у него там и мышцы подкачаны, и весь такой приятный снаружи, а внутри вообще ничего. А еще можно вспомнить блаженную Матрону Московскую. Женщина, как у нас сегодня принято говорить, с ограниченными возможностями, слепая. Ну, наверное, нужно было тоже сразу ее еще в очреве умертвить, и не было бы там Матроны Московской. Так что, друзья мои, главное, чтобы мы сами не умерли от своей духовной инвалидности. А бывает человек, который мало что имеет в плане каких-то физических возможностей, гораздо больше может сделать в духовном смысле. И думаю, что молитва маленького ребенка, который, может быть, даже умственно где-то и отстает, но его молитва по своей чистоте и простоте будет гораздо ближе к Богу, чем наша с вами, когда мы вроде и говорить умеем, и смотреть умеем, и все вроде осмысляем, однако, как начинаем молиться, все у нас рассеяно. Да и, собственно, те труды, которые понесут родители, воспитывая и взращивая такого ребенка, конечно же, не останутся без награды у вседержителя Господа нашего.